Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Я очень хороший сын. А я, видимо, не такая хорошая жена. И я не могу делать вид, что я ничего не замечаю. А что ты замечаешь? Что? Все, Денис, хватит. Разбирайся с твоим заповедником сам. Если мои попытки это сделать, тебя оскорбляют. Так, Ника, давай говорить разумно. У тебя все вещи здесь. Тебе придется вернуться. Я без вещей обойдусь. Не пропаду. Ника! А я предупреждал, что вам с Никой сюда не надо. Ну, че ты уселся? Иди догоняй жену. Миритесь. Продолжайте ваш медовый месяц. Где-нибудь в более подходящем месте. Послушай, Денис, в этой ситуации это будет наилучшей помощью мне с твоей стороны. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. А как эта флешка оказалась у тебя в компьютере? А что это? Это запись Никиного прыжка, которую мы отдали Валентине. Ну, так как она оказалась у тебя в компьютере? Понятия не имею. Эта флешка была вставлена в юсби-порт. Зачем? Ну, я тебе уже сказал, я не имею понятия. Я к домашнему компьютеру не подходил уже лет триста. Может быть, Ника сама оставила? Нет, Ника не делала копию. Ты уверен? Она же была в такой эйфории после прыжка. Может быть, забыла? Пап, ты прекрасно знаешь, что Ника не делала копий. И амфору она, кстати, тоже не разбивала. Я не уеду отсюда, пока не выясню, что происходит. Делай, что хочешь. Наташ, ну, я не могу у матери просить. Она и так все деньги на свадьбу выгребала. Ника, это бред. Ну, как можно вот так вот взять и уехать после первой же ссоры? А я не могу по-другому, Наташ. Переведи сколько можешь. Нет. Звони сейчас же Денису и мирись. Поняла меня? Денису и мирись. Марин! Замерзла же? Полуночница. Пойдем, постель. Пойдем, согреет. Отстань ты! Всю душу ты мне вымотала, а? Ненавижу тебя. Ненавижу тебя. Ненавижу. И мазелу твоего ненавижу. Убил бы! Убил бы! Еще раз убил бы. Будь он жив. Так это ты. Ты. И не только из-за ревности. Ты о чем? С ума сошла! Тихон Иванович. Да, да. Вот, готовы мои пробы. Так, сейчас. Вот, по пяти показателям флоры, плюс грибы. А вот фауна. Парнокопытные. Да, я взял кровь. Увеличение концентрации мышьяка в материале не выявлено. Ни по флоре, ни по фауне. Ну, что и требовалось доказать. Спасибо, Катюш. Ага. Я тебе сразу говорил, что мышьяковый колчедан здесь ни при чем. Вот. Месторождение здесь было всегда. А проблемы с фауной начались только в последнее время. Да, подождите, но меня... Меня настораживают другие показатели. Вот взгляните. Вот сюда. Так. И вот здесь. Ага. Совершенно не укладываются в норму. Причем увеличение в десятки раз. Ух ты. Ты гормональный спектр решил исследовать? Ну, да. По максимуму, так сказать. Все равно пробы брал. Так вот, здесь по гормонам очень странная картина получается. У парнокопытных. Ну, что ж, очень интересно. Очень. Возможно, это как раз косвенно, но доказывает наличие какого-то загадочного вируса. Вот что это за разводы художественные? Так, колер кто размешивал? Так это не я. Денис, можно на пару слов? Да, конечно. Хочу прояснить ситуацию. Отец твой обмолзился. Дело в том, что флешку, ну, вот эту в кабинете оставил я. Вы? Да, я пересекся с твоей, Валентиной. Как раз накануне ее гибели заезжал в аэроклуб. Зачем? Протесты завозил против полетов над заповедником. Вот. Ну, а Валентина всучила мне эту флешку. Она там что-то скопировала, что ей нужно. И просила передать твоей жене. А я о грешном делу забыл. А когда вспомнили? Вчера вечером шел мимо вашего дома, нащупал в кармане. Решил занести, пока не забыл. Постучался. В доме никого. И дверь нараспашку. А, твой отец, он как раз таки в этом, в подвале и копался. А ты, видимо, спал еще, наверное. То есть, в компьютере флешку оставили вы? Да, хотел проверить. У меня же в кармане еще несколько флешек валялось. Я ее, видимо, в гнезде и оставил. А вазу тоже вы разбили? Вазу? Какую вазу? Мамино амфро. А, да. Что-то припоминаю. Зацепил ненароком. Ты уж меня прости. Ну, вот, сразу видно мастерица. Это ж другое дело совсем. Что такое? Осторожно, девушка. О, очнулась. Все-таки хорошо ремонт в лечебном учреждении сделать, правда? И скорую вызывать не нужно. Ну, как ты, дочка, нормально? Да, вроде. А шею бы свернула, я бы и сел. Простите, пожалуйста. Пульс в норме. Ага. Подзаработать она решила. Обратно не возьму, так и знаю. Но я же там не закончила еще. Не-не-не-не-не-не. Хватит. Хватит. Мне очень деньги нужны. Хотя бы на билет. Мне в Архангельск надо. А если опять рухнешь? Ты же под монастырь меня подведешь. Нет. Санитаркой пойдете на пару недель. Господи, Марина, ну не надо на камнях сидеть. Холодно же, вставайте. Пойдемте. Выпей со мной, а? Прямо с горла? Ну, бокалом меня обзавелась. Извиняй. Сегодня девять дней. В смысле? А, со дня смерти Горебена? Со дня, как моя жизнь кончилась. Убили его. Я чувствую, что убили. Знаю. Почему? Объясните. Потому что видел кое-что. Чего не следовало видеть. Что он видел? Что? Что видел Горебен? Пожалуйста, скажите. Да и знаю. Я не знаю. И тебе этого тоже не следует знать. Оставь меня. Нет, я вас не оставлю в таком состоянии. Идемте. Пойдемте. Вставайте. Помогу вам дойти до дома. Простите, пожалуйста, а можно вас попросить вещи с пола убрать? Мне тут протереть нужно. Ну ладно, я аккуратненько. Ну ладно, я аккуратненько. Эй, а бордела? В смысле? В смысле, не лапайте своими руками грязными мою сумку. Вы вообще знаете, сколько она стоит? Но я же вас попросила убрать, вы не пошевелились. Не вовремя попросила, значит. Извините, но мне все-таки нужно убрать. Ты что себе позволяешь? Ты вообще соображаешь, с кем ты разговариваешь? Ты вообще сейчас пожалеешь, что на свет родилась? Пришла со шваброй своей! У меня процедура! Извините, пожалуйста. Марина, доброе утро. Я вас везде искал, никак не мог найти. Дела много. Вы мне вчера на пляже про Горебяна, помните, рассказывали? Будто бы он не случайно погиб и что-то такое видел. Плохо мне было. Вот разные фантазии в голову и лезли. Забудь. Пошла, вон, не спешите в рядах в моей палате! Извините. Простите, пожалуйста, я эта больная там, больная. Не обращайте внимания. Дело житейское. Госпожа Дворецкая не очень счастлива в браке. Ага, и поэтому позволяет себе. Поэтому периодически тратить деньги мужа, чтобы подлечить у нас нервы. Попутно калече их окружающим. Не без этого что делать. В больнице работаем. Но она отходчивая. Кстати, вы не могли бы заглянуть в детский бокс? Зачем? Там буйная пациентка расшвыряла принесенный обед. Надо вымыть. Хорошо. Даду? Рад видеть, коллега. Ну что, у вас возникли какие-то новые дерзкие гипотезы? Да нет, я не по этому вопросу. Слушаю. Чем смогу. Скажите, вы хорошо знали Горебена? Это вот этого художника погибшего? Угу. Ну, откуда? Я тут с затворником сижу целыми днями. Ну, я видел его, ну, пару раз. Вот так, мельком. Говорят, он очень интересовался запретной зоной. Как думаете, он мог знать про проблемы в заповеднике? Этот Горебен, насколько я слышал, могу судить. Внуки-то ни черта не понимал. Был человеком творческим. Его легенды интересовали. А змея всех расспрашивал. Ну и вон, красоты наши его вдохновляли. И одна красотка. Марина? Говорят. Я, кстати, вчера видел Федосова вечером. Очень переживает из-за Марины. Говорит, вообще перестал спать. Да перестанешь тут. Кстати, у меня есть хорошее успокоительное. Надо будет занести ему. Даду, ты как здесь? Ты заболела? Еще и вы здесь. Тоже будете сюсюкать и объяснять мне, что я сумасшедшая? Я вообще ничего не знаю. Ты как здесь очутилась? Расскажи мне. Ничего я вам рассказывать не буду. Это все из-за вас. Все из-за вас. Уходите отсюда. Успокойся, Даду. Дариночка, успокойся. Я ухожу. Я сейчас уберу здесь и ухожу. Девушка! Ника! А ты как здесь оказалась? Бабушка Соломея, то есть, простите, я ваше отчество забыла. Да не вспоминай, я уже седьмой десяток Соломея. Вы к Даду пришли? Конечно. Я видела ее только что. Это ужас какой-то. Что с ней случилось? Я сама хочу знать. То есть, я не понимаю? Ну, понимаешь, ее в центре города люди добрые нашли, сидит на скамейке, бледная. Ничего не соображает. Ну, это еще полбеды. А еще что? Ой, язык не поворачивается говорить. Наркотики у нее в крови нашли. О, Господи. Она же, она же ребенок еще совсем. Вот тебе и ребенок. Где у этого ребенка голова? Только Бог знает. Ой, Господи. До сих пор какую-то ерунду мелет. Правда, не добьешься. Какую ерунду? Какой-то змеюка в пещере. Жила в хижине в лесу. Этот змеюка какого-то лесника сожрал. Это что, у нее галлюцинации такие, что ли? Врачи так считают. А она скандалит, что ей не верит. Я ничего не понимаю. Отец Дениса отправил ее к вам. Она позвонила, сказала, что доехала. А мне она позвонила, что она у вас осталась. Ну, всех обманула. Ты понимаешь? Ну, а ты-то, как здесь оказалась, да еще в такой одежде. Я? Да и работаю тут. Временно так получилось. Но долго рассказывать. Ну, и не говори. Понимаю. А ночуешь, где? В бытовке. Так. С сегодняшнего дня будешь жить у меня в доме. Алчанова не ночует в бытовках. А знаешь, Денис, что я тебе скажу? Прокололся я. Права оказалась твоя супруга. Вы огибеливали? Правильно. Она подозревала, что смерть Горебяна не была случайной. Ну, и смерть Лемешева. Очевидно. Тоже. Ну, кто тогда виноват? Кто убил? И почему? Вы поняли? Понял, что ниточка тянется к финансовым безобразиям аэроклуба. Вот тут меня интуиция не обманула. Ну, и при чем здесь Горебян? Есть сведения, что Горебян регулярно наведывался в дирекцию клуба. А там, как выяснилось, часто обналичивали большие суммы денег. Проще говоря, платили кому-то неофициально. Ну, вот. Зелень бери. Все наладится. Денис тебя любит. По-настоящему. Думаете? У меня глаз наметанный. Иначе отдали бы ему нашего мальчика. Хоть и за красавицу. Таду меня красавицей не считает. На свадьбе. Глаза ослепила смотреть на тебя. Солнце ясное. Грустишь? Ничего. Все наладится. Иногда медовый месяц бывает самый горький. Пока все уголки, колючки притрутся. Ой, у меня этих колючек. А у нас, у Алчановых, думаешь, мало? Не сосчитаешь. Одна додучива стоит. Знаете, на свадьбе мне показалось, что вы... Ну, показалось, что вас все боятся немножко. А вы добрая. Бабушка Соломея мудрая, поэтому при мне боятся глупостей делать. К сожалению, не всех. Вы про Даду? Она выправится. Вот увидите. Врач сказал, что она эту дрянь в первый раз в жизни попробовала. Нашла бы этого Андрея. Собственными руками бы придушила. Какого Андрея? Да про которого Даду все время толдычит. Ну, лесник этот. Будьте неладен. Какого-то змея ей показывал. Бандит, ей-богу. А вы знаете, в заповеднике есть один Андрей. И он лесник. Только он не бандит вроде. Денисик. Денисик. Денисик, дорогой. Ой, хорошо, что я тебя встретила. Слушай, а куда отец твой делся, не знаешь? Не знаю. А вам зачем? Ой, слушай, у нас тут такое случилось. На весь поселок такой скандал. Федосов Марину избил. Ой, на силу оттащили, а то убил бы. Слушайте, я думаю, вряд ли он захочет это обсуждать. Я тоже. Я не люблю сплетни. Да какие сплетни. Я ж по делу пришла посоветоваться. Может, нужна помощь какую-то организовать. Может, лекарства нужны. Слушайте, ничего не нужно. Оставьте их в покое. Да я понимаю. Да я понимаю. Я не обижаюсь. У тебя ж самого ситуация. Небось, кошки на душе-то скребут. Слушайте, что за ерунда? Какие кошки? Хороша ерунда. А куда Ник-то твоя делась, жена молодая? По семейным обстоятельствам уехала. Вам что за дела? Да мне-то никакого дела нет. Но только Андрей этот, смазливенький инспектор, тоже гляже куда-то уехал. Вонезапно. Уж не заняли? Слушайте, вам не надоело чушь молоть? Да что ж, мне глаза свои, что ли, выброси, что ли? Я не знаю. Ну, очевидно, вы не замечаете. Я, между прочим, сама видела, как этот Андрей с моря твою Нику провожал. Уж так оберегал, так оберегал, что только чуть на руках не нес. Я в курсе. Да? Да. Ника в тот день чуть с обрыва не упала. Андрей ей помог, проводил до дома. Она мне сама все это рассказывала. А, ну да, ну да. Ой, Денисик, Денисик, наивный ты человек. Рассказать то, что угодно можно. Слушайте, займитесь своими делами. Так я, это, так я помочь хотела. Предупрежден, значит вооружен. Хам. Даду. Дариночка, послушай, пожалуйста. Я разговаривала с твоей бабушкой и с доктором. Я знаю, что случилось. И я знаю, что все твои рассказы врач считает галлюцинаторным бредом. Бабушка тоже так думает и все остальные. Но я тебе верю. С чего бы это? Может быть, я и правда свихнулась? Даду. В заповеднике действительно странные вещи творятся. Нехорошие, мне кажется. И я вот тут принесла твои вещи. Зачем? Бежать? Нет-нет-нет, что ты. Просто посмотри. Вдруг найдется какая-то зацепка, чеки, билет там какой-нибудь, я не знаю. Какой билет? Ну, хоть что-то, что может помочь нам понять, где ты была и с кем. И кто мог оставить тебя в городе на скамейке в таком состоянии. Ой, ленточки, которые я вешала на деревьях. Значит, мне не привиделось, значит, я не сумасшедшая. Ника, спасибо. Добрый день, Мариночка. А муж дома? А он к матери ночью уехал. А что? Да я тут лекарство ему принес успокоительное. Хорошее, сильное. А зачем? Ну, Денис говорил, что… Ну, в общем, у меня лишнее. Думаю, вам пригодится. Нас успокоит только могила. Ну, что вы такое говорите, Мариночка? Господи, что это у вас? Синяк. Ой, и тут тоже. Ужас. Да как он может? Такую-то красоту. Безмерно сочувствую. А сочувствовать вы скоро все будете. Федосову. Почему? А я отомщу. Да бог с вами. Он же не мерзавец, этот ваш Федосов. С ума сходит по вам. Ну, так он не… не один такой. Ладно, поговорили. Я пойду. У меня голова чё-то вся кружится. Пойду прилягу. Дайте лекарства. Угу. Да. А ты добрый. Жаль, что такой нескладный. Директора до конца дня не будет. Уехал. Ясно. А можно тогда вам вопрос задать? Ну? Скажите, а как часто сюда приезжал Антон Горебян? Кто? Горебян? Ну, да. Это художник, который в ДТП погиб. Слышали? Говорят, он часто сюда в дирекцию наведывался. Не знаю я о нём ничего. Может, кто и наведался к директору, я не замечал. Ясно. Ладно, я тогда к вам завтра зайду. А можно вам последний вопрос задать? Ну, давай. Давай. Взгляните, пожалуйста. А не этот ли человек в тот день, ну, когда Валя погибла, приезжал сюда? Помните, вы мне рассказывали? На белом джипе. Нет. Но он тоже тут часто бывает. А ну, про лестника назад. Знакомое лицо мелькнуло. Стоп. Вот этот был в то утро. Точно. Наконец-то. Я уже заждалась. Послушай меня, Даду. Я позвонила в заповедник, и там мне сказали, что Андрей никуда не пропадал. Он скоропалительно уволился и уехал. Как уехал? Зачем? Федосов, ты его знаешь, сказал, что Андрею предложили хорошую работу. И он побоялся ее упустить. Даже зарплаты своей не дождался. Уехал. Значит, Андрей убил черлыкского змея и спасся? Я попросила номер его мобильного. Телефон вне зоны. Может, он просто очень далеко уехал? Давай еще раз позвоним. Давай. Дай мне. Не знаю. Может, Андрей шелволится, потому что испугался, что со мной что-то случилось? Что меня съел змей? Даду. Даду, давай мыслить логически. Тебя нашли в центре города, за много километров от заповедника. Вряд ли тебя туда перенес черлыкский змей. Ну, а кто? Так что очень похоже, что Андрей с Даду попали в какую-то переделку в этой запретной зоне. Выходит именно там. Даду получила по своей дурной башке. И никаких наркотиков она до этого не принимала. Ты уверена? Сто процентов. Возможно, у них там в зоне какой-то несчастный случай произошел. Но упала она, потеряла сознание. А Андрей что? Испугался. Ребенок ведь. Ага, и потащил ее не весь куда. Под суд его за это. Ну, возможно, он хотел реанимировать ее с помощью каких-то препаратов. А не получилось, отвез в город и сбежал. Джигит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не хотелось бы в это верить. Андрей мне показался хорошим парнем. Хотя, конечно, я видела его только один раз. Бедная дадушка. Столько натерпелась, голубка. Ну, сотрясения мозга у нее нет. Скоро ее выпишут и мы… Ой. Что с тобой? Ничего. Голова закружилась чего-то. А у тебя уже так было? Ну, последние дни. От волнений, наверное, и от запахов. Краска сначала, потом очиститель этот на работе. Химия на юге такая пахучая. Никусь, а ты часом не беременна? Ну, что ты маешься? Маятник. Туда-сюда, туда-сюда. Езжай уже, наконец, к жене. Что ты мучаешь? Ее себя. Меня. Пап, я не могу оставить тебя в таком состоянии. Я в порядке. Федосов у меня с катушек слетел. Да-да. Ну, тогда тем более не могу. Ты здесь не помощник. Без тебя разберемся. Не беспокойся обо мне, сынок. Папа, почему ты так активно пытаешься избавиться от меня? Может быть, тебе есть что скрывать? Может быть, тебе есть что скрывать? Молчание – знак согласия. Открой! 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 Ну, если вы мне не верите, можете еще раз на тест потратиться. Только он покажет то же самое. Денис, алло, привет. Ты меня слышишь? Че ты хочешь от меня? Да, я еще не сдал своего подозрительного папашу. Да, я туплю. Да, у меня нет доказательств. Денис, у нас… Короче, я не в форме. Если хочешь с кем-то поболтать, поболтай с лесниками. Суши швабру. Тебя Грушин вызывает. Срочно. А чего он не ушел ты еще? Не знаю. Странно. Входите, Ника. Сейчас разберемся. Тут к вам вопрос возник у нашей клиентки. Ты крем сперла? Ты, я знаю. Признайся лучше сама ты, что какой крем. Ну вот, Марьяна Павловна утверждает, что после вашей уборки из ее палаты исчезла баночка с кремом, очень дорогим. А ко мне больше никто не входил сегодня, только это, юлозила швабры своей вонючей, прямо у меня под носом. Ты специально, да? Специально? Да нет, конечно. Она просто заставила меня выйти из палаты, вернулась к крем-тю-тю. Да я ничего не брала. Скажите, о каком креме идет речь? Ну, сделаем наш разговор более предметным. Вот. Исчез точно такой же. Не трогайте, поставьте на место. Но если вы взяли крем не для себя, то скажите, по чьему заказу? Да я его в глаза не видела. Если только когда уборку делала, выбросила. Хотите, я вам такой же куплю? Скажите, магазин. Купит она. Да ты представляешь, сколько эта баночка стоит? Купит! Тебе десять лет шваброй махать, и то не намахаешь! Успокойтесь, 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 Марьяна Павловна, успокойтесь. Ника, скажите, это ваш рюкзак? Да, зачем вы его? Я его временно конфискую. Так. И ваш паспорт тоже ставлю вас в известность. Как? На каком основании? Полицию пока звать не будем. Разберемся кулуарно. У вас сегодня ночная смена? Да. Ну, придется вас заменить. А вы побудете в палате. Я ее забру. Пока не вспомните, куда именно вы совершенно случайно выбросили крем. Я никуда не пойду. Тогда я упеку вас за воровство. А свидетелей мы найдем, это я вам гарантирую. Да. Да. А где? Когда? Кто? Дям. Да. Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну люди вы там или нет? Дадо, миленькая, ты как здесь? Откуда? Меня сегодня на ужин выпустили. И там все шептались, что ты что-то свистнула у тетки из вип-палаты. Вот мне интересно знать, что. Ну ты же не думаешь, что я... Да ладно, расслабься, я пошутила. Бежать хочешь? Хочу. Побежали? Откуда ключи? Долго рассказывать. Сейчас самое удобное время, врачей нет, а медсестры чай пьют. Идем? Там в туалете окно открыто, я видела. А куда мы пойдем? К бабушке Соломее, конечно. Куда же еще? Она в обиду не даст. Идем? Идем, не тормози. А у меня циркуляры и воздушный кодекс. Минуточку. Молодой человек, у меня важный разговор. Подождите за дверью. У меня тоже важный разговор. Мне нужны цифры, слышите? Какие цифры? Что вы себе позволяете? Сколько аэроклуб платит заповеднику? Что? Вам виднее, что. Сколько вы платите Алчанова, чтобы он не выселил вас с этой территории? Через кого вы передаете деньги? Через Горебяна? Послушайте, вас Топорков прислал? Ну, знаете, это уже за всякие рамки. Я скоро решу, что он сам вымогает таким образом. Полиция все равно вскроет все эти ваши… Что она вскроет? Что вскроет? Не знаю никакого Горебяна. И денег я никому не платил. И обналички у нас никакой нет. Вот. Все бумаги тут. Неделю я собираю эту макулатуру. Замучились с этими проверками. Лучше бы ваш Топорков к заповеднику присмотрелся. А что в заповеднике? А ничего такого. Только ребята-парашютисты сверху не раз засекали, как в районе их запретной зоны машины шастают. Машины? А что это значит? Хотите знать мое мнение? Я по первому образованию геолог. Могу просветить. Мышейковый колчедан в природе довольно часто соседствует с самородным золотом. Вы что хотите сказать, что… Я хочу сказать, что незаконная разработка месторождений повреднее. Шума от самолетов будет. Марина! Марина! Опять! Ну нельзя же так, Мариш! Мариш! Ну, прости меня, пожалуйста. Клянусь, никогда я тебя даже, даже пальцем тебя больше не трону. Марина! Мариночка! Вы в поселок подвезете? Да не до тебя мне сейчас. У вас в заповеднике суицид, да и коробочка полна. Потом ко мне заходи, хорошо? Не ковыряйся, ешь! Я больше не хочу. Ешь тебе говорю, а то одна вон, кожа да кости. Это из-за больницы. Сегодня хоть встала как человек, не то там в шесть утра будили. Грушин, наверное, уже явился на работу. Увидел сюрприз. Да. Подумать-то только, а? Такой представительный человек, и вдруг такой подлец оказался. Значит, на подлецов у вас глаз не наметан, бабушка Соломея. Ник, а ты чё, типа, сперла-то у той тетки? Да крем дорогущий у нее пропал. Это что же за крем такой дорогой, а? Что так человека мучить можно? На баночке ничего не написано, только логотип. Буквы М и Ф. Английские! И еще такая восьмерочка внизу. Да, ты откуда знаешь? Даду, говори! Вы что, думаете, что это я украла? Вы что, совсем? Те останется. Я еще видела целую кучу таких баночек в заповеднике, только пустых. Когда? Когда мы с Андреем в запретную зону лазили. Вы хоть понимаете, что вы натворили? Ну, откуда же я знал, что она из вашего заповедника? Она нас сдаст. Клянусь, это глупое совпадение. Она ничего не поняла. Так, слушай сюда. Придется тебе теперь это все исправить. Как это исправить? Как накосячил, так и исправишь. Я? Ну, а кто? Срок у тебя до завтра, иначе сам знаешь. Понял. Выполню, доложу. Леня, возьми себя в руки, Леня! Зачем? Зачем? Все бессмысленно теперь, ты понимаешь? Я же не прощу себя теперь. Я тоже жить не хочу. Без нее? Хватит, Леня, у меня тоже жена погибла. Ты не был виноват в ее смерти. Был! Был, ты это прекрасно знаешь. Нельзя раскисать, надо действовать. Хотя бы ради Дениса. Леня! Субтитры создавал DimaTorzok А если это Грушин? Ну, сейчас он у меня попляшет. Явился, красавец? Считай, что я свою внучку из твоей клиники выписала сама. А если твоя богачка еще хоть раз назовет мою родственницу воровкой, то будет иметь дело со всеми Алчановыми. Так и передай. Вот. И горшки она будет из твоей богадельни выносить сама. Тише, успокойтесь, Бога ради. Я извиниться пришел. О! Неужели просветление наступило? Я искренне сожалею, но и вы меня поймите. Пациентка эта половину дохода всей клиники за месяц приносит. И что? Теперь все можно? Нет, конечно, но она так кричала, чуть окна не вылетели. И самое главное, что крем-то нашелся. Кто бы сомневался. Небось, сама куда-нибудь засунула. Угадали. Дворецкая забыла его в халате, в процедурной. Я прошу вас, позовите Нику. Будьте так любезны. Я хочу принести ей извинения лично и вещи отдать. Ника! Давайте паспорт и уходите. Я, честно говоря, не хочу вас видеть. Пару слов можно? С глазу на глаз. Еще раз искренне сожалею. Помню, вы хотели заработать денег, чтобы уехать на родину. Вот здесь то, что вы уже заработали, плюс моральная компенсация за неприятный инцидент. Одно условие. Вы должны улететь в ближайшее время. Это в ваших же интересах. Что? Врач УЗИ сказал мне, что вы ждете малыша. Так вот, вам нужно постараться позабыть эту историю как можно быстрее. Вы меня поняли? Встреча. Встреча. Ой, не знаю. Лететь мне. Как-то тревожно у меня на сердце. Не улетай, пожалуйста. Нам же надо как-то разобраться со всей этой историей. Перестань. Ей сейчас нужно о малыше думать. А этот мерзавец ей угрожал. Кого там еще принесло? Ника, ты здесь? Денис с тобой? Нет. Он же с вами остался. Пропал, Денис. Исчез. Ну вот и все. Денис. Исчез. 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 Денис. 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 Исчез. Исчез. Да. Деньс. Исчез. Денис. Что? Что случилось? Говорите, пожалуйста. Что с Денисом, дядечка Тимур? Что вы молчите? Так, никудахтай. Иди на кухню, чайник ставь, на стол накрывай. Хорошо. Виноват я перед тобой и перед сыном. Врал я вам. Врал я вам все. Я знаю. Так, давай без трагедий. Тебя сын на свадьбе тоже потерял. А ты вон нашелся живой и здоровый. И он найдется. Вставай. Денис. Денис. Э. Это я Андрей Лесник. Помнишь меня? Где мы? В тюрьме. Четыре года назад все это началось. Позвонил мне какой-то тип. Сказал, что хочет снять неофициально в аренду участок заповедника. Там, где пещера. Это что ли в запретной зоне? Не выскакивай. Хорошие деньги предложил. Сказал, от меня требуется просто изолировать этот участок. И не лезть туда. Неужели ты добро дал? Ну, конечно, нет. Но мне объяснили, что могу пожалеть. Очень серьезные люди заинтересованы. Рубцовцы. Это бандиты, да? А уже совсем скоро погибла моя Люся. Под камнепадом. Боже мой. Мне опять позвонили. Сказали, что если я исправлюсь, могу и сына потерять. Так, значит, ты тоже в пещеру полез? В пещеру. У них там все оборудовано. А в глубине свет похож на электрический. А людей видел? Не успел. Меня сзади ударили, а потом сюда привлокли. Аналогично. Которую ж день здесь кукую. Выходит, эти люди, они… Они мне сказали, что им нужно просто укромное место для склада. Потом стало сокращаться поголовье. А утром, в день вашей свадьбы, я получил доказательства незаконной охоты. Пришел Андрей, лесник. Принес мне видео. Там косуля раненая. Она еще беременная была. У меня внутри прям все. В общем, я пошел в эту зону. Всыпал им? Куда там? Скрутили меня. Прямо перед пещерами. Затолкали в багажник моей же машины. Долго держали там под солнцем. Увезли куда-то. В горах бросили машину, еле выбрался. А на сиденье записка. Несуйся сюда больше. И несколько пачек денег. Теперь ты понимаешь, почему я хотел, чтобы вы с Денисом, как можно скорее отсюда уехали. Даже Амфору Люсину не пожалел. Так это вы разбили. Хотел скандал закатить. А Денис все равно. Копал и копал это дело. И вот сегодня ночью исчез. Так и Горебяна тоже, Анни. И Валентину. Я думаю, что да. Я сразу к Валентине пошел. Посмотреть, что там на записи на этой. Валюша мне флешку отдала и в тот же день погибла. Так, наверное, нам в полицию надо коктейль. Нельзя в полицию. Тогда дядю Тимура арестуют. Да пускай хоть раздреляют. Сына мне надо найти. Ника, поехали. Так, стоять. Расстрел отменяется. Нам есть кому позвонить. Полковник полиции мой поклонник. Порядочный. Голову даю. Ой, это дядя Семен, что ли? Да, история нехорошая. И телефон не отвечает уже вторые сутки. Знаете, я думаю, в этой пещере перевалочная база наркотрафика. Почему вы так решили? Я посмотрела в интернете про Рубцовских. Их ловили на таких делах. И потом, это странная история с кремом. Даду видела в зоне такие же баночки. Пустые. Наверное, в них фасуют. Ну, логично. И у Даду в крови обнаружили наркотики. Мысль интересная. Но вы не совсем тщательно поискали, Ника. В каком смысле? И Костя Рубец, и вся его группировка пять лет назад ликвидированы. Как это? Они же мне угрожали. Да. Гораздо позже. Кто меня тогда в багажник затолкал? Разберемся. Обращусь в ваш местный УВД, чтобы возбуждали дело по факту исчезновения Дениса. А я все-таки проверю пещеры. А вот это лучше мои орлы. Готовы дорогу показать? Конечно. Дам вам адрес отделения. Съездите с ними. С вашей клиникой Ника сложнее. Но у меня, по счастью, сейчас в производстве дело по наркотикам. Попробую в рамках него. Тряхну вашего грушина, чтобы груши посыпались. Самое-то смешное, что кочегарка эта недалеко от старушки моей находится. А урод, который мне еду каждый день приносит, заявил, что работает здесь. Вместо меня, прикинь. Как думаешь, зачем нас здесь держат? Тюремщик не доложил. Убираться надо отсюда. Да пробовал я. Нереально. Наручники открыть можно. Только надо найти чем. Объясните мне, что за МФ, из-за которого весь сыр-бор? Откуда я знаю? Креан? Дворецкая его сразу унесла. Похоже, вам изменяет память. Откройте сейф. Будьте так любезны. А с какой стати я должен... Предпочитаете официально? Хорошо. Сейчас устрою вам и ордер, и понятых. Откройте. МФ. Уж не тот ли? Это имущество клиники. Обращайтесь к владельцам. У вас ко мне все? Почти. Куда вы звоните? Ну, я ж обещал вам ордер, и понятых. Уж не тот ли? Это что такое? Кто тебе позволил? Сами виноваты. Почему не взяли меня к дяде Семену? Да я гляжу еще, девчонка у машины крутится. Как ты умудрилась, Даду? Ну, я проследила. Ну, а как же без меня? Я главная свидетельница, единственная. Вы знаете, это прекрасно, что полиция занялась этой воровкой. И я хотела сказать, санитаркой, я уверена, это она, да, именно она сперла у меня крем. Ну, а потом девочка испугалась и подбросила ко мне в халат. А, что за крем такой чудесный? Ну, это для красоты. А разве вам что-то нужно для красоты? Ну, природу надо поддерживать. Я без этого крема уже жизни себе не представляю. Это моя ягодная гостиная. Вы присаживайтесь. Присаживайтесь. Спасибо. А конкретней? Что за фирма? Где покупаете? Давайте оставим дамам их маленькие секреты. Пойдемте, я вам бильярдную покажу. Марьяна Павловна, вы не понимаете. История более, чем серьезная. Санитарка? Нет. Со мной? Есть сведения, что в тюбиках с маркировкой МФ распространяют наркотики. Какие наркотики? Да вы что? Да этим, этим кремом уже три года вся элита пользуется здесь. И в Москве. К сожалению, это ни о чем не говорит. Теперь представьте, как такой скандал отразится на репутации вашего мужа и его банка. Да я вас уверяю, это просто крем омолаживающий, волшебно омолаживает, морщины вообще уходят. Это для кожи, вы понимаете? Причем тут наркотики? Кто производитель? Не знаю. Делают где-то за границей. Какая-то экспериментальная разработка достать вообще невозможно, только через своих людей. Вы покупали у Грушина? Да. Сколько платили? Сто евро. Вам придется отдать мне ваш крем для экспертизы. Ну, что они там так долго? Можно я пойду посмотрю? Даду, стоять здесь, ясно? Тебе и так достанется на орехи. Идут. Ну, что там, дядя Тимур? Андрея нет? Вообще ничего нет. Ни охраны, ни следов. Нет, может, что-то и было, но сейчас чисто. Одни камни. Не может быть. Ну, я же видела. Вот там кладбище костей. Показать? Идемте. Даду, вернись сейчас же. Даду, вернись. Но здесь же были кости. Я точно помню, точно. Да я кругом все обшарил. Ни баночек, ни других упаковок. У вашей девочки бурная фантазия. Это у вас фантазия, мальчик. А я видела, видела. Даду, Даду, вернись. Даду, Даду, стоять. А это, видела? Это же кепка Андрея. Ну-ка, дай сюда. Тут кровь. Ситуация такова. Возможно, в исчезновении Дениса никакого криминала нет. Как это? В вашем поселке, говорят, парень был в явной депрессии. Вы ведь поссорились? Дениса видели на шоссе. С рюкзаком. Топорков предположил, что он просто уехал. Но почему же у него тогда телефон отключен? Потому же. Возможно. Дальше. Формальных поводов возбуждать дело о запретной зоне у нас тоже нет. Вы ничего не нашли. Как ничего не нашли? А кепка Андрея, она же в крови. Ну, а кепке небольшое пятнышко. К тому же Топорков подтвердил, что в отделе кадров заповедника действительно лежит заявление Андрея об увольнении. Тоже. Сам он уехал. Ну, а что с этим кремом? Сделали экспертизу? Первичную. Наркотических веществ не обнаружено. Я все-таки не понимаю. Но что-то же было в этой пещере. Точно было? Возможно, склад. Или расфасовка. Но улики успели скрыть. То есть, по вашему мнению, убийство моей Люси, Вали, Горебяна. Это все из-за какой-то косметики? Согласен. Верится с трудом. Но других версий пока нет. У Андрея тоже телефон вне зоны доступа. Его спасать нужно срочно. Он трус твой, Андрей. Бросил несчастную девчонку и сбежал. Он не мог. Чего тебе Федосов-то сказал? Где Андрей новую работу нашел? В Хабаровске? В Хабаровске, да. Угу. Там заповедник побогаче. Проблем нет никаких. Не то, что у нас. Как заповедник называется? Отстань, Даду. Угу. Ладно, еще раз расскажи мне подробнее, как выглядели эти баночки. Ну, довольно простой дизайн. Надписи никаких нет. Только логотип. А есть ручка? На. Вот так примерно. Буквы М и Ф, а внизу под ними что-то типа виньетки-восьмерки. Ну, как такой знак бесконечности? Да, возможно. А буквы как монограмма. Ты че, Тимур? Вы что-то поняли, Тимур Георгиевич? Нет, я ничего не понял. Я ровным счетом ничего не понял. Спасибо за ужин, Соломея. Я пойду и лягу, голова раскалывается. Меня как осенило. М и Ф. Марина Федосова. Он же ее обожал, с ума по ней сходил. Вот и решил Крем в ее честь назвать. Ну, может, ты зря на друга думаешь, а? Ведь вы же всю жизнь с ним, рука об руку. Да знаю я. Всю ночь вертелся. Все на нем сходится, на Федосове. Он все четыре года обеспечивал охрану этой запретной зоны. Держал связь с мифической группировкой этой Групцовской. Ну, что думаешь, он затеял нелегальный бизнес? Ну, а что, удобно. На им же самим охраняемой территории меня за нос водил. Зачем ему криминал? Из-за Маринки. Голову потерял, деньги нужны были. Ой, нет. Ну, не мог он Люсью твою. Но я не сроку поднять. Я тоже так думал. А еще Горебян, Валя. Ой. Парнишка этот Андрей. Я же не сказал, чтоб Даду не слышал. Не уволился он. Как? Федосов заявление об уходе подделал. Сказал, Групцовские приказали. Не могу поверить. Ну, не могу. Я тоже. Поэтому и еду. Хочу другу в глаза посмотреть. Ночью один. Опасно. Я только к утру доберусь. Ладно, все. Сказал, еду, значит, еду. Ты береги Даду, Нику. Не выпускай их никуда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Майор. Тимур Георгиевич, доброе утро. А что вы здесь так рано? Где Федосов? Да задал мне ваш друг работу. В каком смысле? Пришел с повинной. Сказал, что смерть супруги его перевернула. Вот до утра записывал его признательные показания. То есть вы все знаете? А это он? К сожалению. Вот как говорится. Собираю вещественные. А где Денис? Что с ним? Живой. Все хорошо. Андрей Марусин. Жив. Сейчас Федосов к нему. Опергруппу на участок ведет. Держал их там связанными. В Марусинской сторожке. Оригинально, да? И ведь не искал никто. Майор, я должен срочно увидеть сына. А потом я напишу вам явку с повинной. Даду, вставай, Соня. Без блинов останешься. Ника, Даду, в ванной? Нет, я только что оттуда. Ой, господи. Чуяла мое сердце. О! Андрея поехала искать. Ой. Миссия Волкардинцева. Сейчас, сейчас. Минутку. Да вроде тут нет никого. Странно. Может в доме все? А вы кто? Я? Донцов. Лесник ваш новый. Вы ж меня сами в штат брали. Бумаги подписывали. Я подписывал. Память подводит. Сейчас поправим. Руки подними. О, смотри, что нашло. Что будет делать? Возьми здесь. Давай, давай, давай. Еще. Давай. Давай. Вон, избушка моя. Ничего, так братки затарились. Ты проездщики, что ли? Ага. Они, по ходу, схрон у меня устроили. Я слышал, как они про оборудование какое-то терли. Про товар. Краденое, думаю. Черт, что это? Отец, стой, там тюремщик. Даду найдут. Семен Федорович обещал. Может вам телевизор включить? Давай. А хотите, я вам чаю сделаю? Хотите? Спасибо. Хорошо, а с сахаром? А? С сахаром? Угу. Хорошо. Вы знаете, недавно австралийские ученые открыли гормон Мераферон, который способен многократно стимулировать выработку аквапаринов самим человеческим организмом. Представляете? Так это же замечательно. Не все такое искусственное среди Мераферон пока не удается. В природе же его носителями являются некоторые виды животных, обитающие в особых экологических условиях. Так, что? Хочу позвонить Семену Федоровичу. Вдруг это имеет какое-то отношение. Ладно, Тимур Георгиевич, присаживайтесь. В ногах правды нет. Ну, что вы на меня смотрите, как не на родного? Все у нас с вами будет хорошо. И сына вашего вернем. Возможно. Как директор заповедника вы нас устраиваете. Отец! Товарищ майор! Отец, что происходит? Не рыбайся! Куда? Ставь его! Отец! Отец, ты ранен? Папа! Есть у кого-нибудь телефон? Отец, слышишь меня? Может, оно и к лучшему? Нет, нет! Нет, не умирай! Я не смогу без отца! Слышишь? Денис, ты сам скоро отцом будешь. Нет, 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 не умирай! Слышишь? Да вызовите кто-нибудь в скорую! Полюбуйтесь. И вот это постельный режим. Может, хоть вы сможете ее приструнить? Ай-яй-яй! Соломея! А вы, Ника, умница! Что? Подтвердилось про гормон? Это правда? Вот результат углубленной экспертизы. Крем МФ действительно содержит мераферон высокой концентрации. Это первое. Второе. Я еще раз поговорил с этой богачкой-дворецкой и вытряс из нее, за сколько она на самом деле покупала крем. И за сколько? Ну? Четыре тысячи евро за баночку. Мама дорогая! Теперь ясно, ради какого куша понадобился заповедник. Экологическая уникальность. Денис очень много об этом рассказывал. Думаю, так и есть. Скорее всего, МФ в запретной зоне не расфасовывали, а именно производили. Из животного сырья. И у какого же злодея поднялась рука, а? Они же ведь даже не похоронят его по-человечески. Бросят, как собаку. От нас зависит. Да, орлы, натворили вы дел. И что теперь с вами делать? У вас один выход. Пристрелить вас, что ли? Нет, ребята. Плохо вы обо мне думаете. Я не убийца. Отец твой, кстати, сам нарвался. Из-за тебя. Ну, а Федосова я хотел психушку сдать. Хотя шеф попросил самоубийство в камере организовать. Чё, на поводке? Приказы исполняешь? Если бы исполнял, ты бы щенок. Сейчас в лесу гнил. Никем не найденный. А вот он в море плавал. С дыркой в затылке. Кто твой шеф, мразь? А вот не скажу. Хамишь потому что. Ребят, у нас там возле дома ящики стоят. Надо помочь. А то у коллеги моего грыжи. Мы тебе шкура продажная, не помощники. Вот тут ты не зарекайся. Да нет. Я тебе сейчас приведу один очень маленький, но весомый аргумент в пользу нашего взаимовыгодного сотрудничества. Драдите меня. Пустите меня. Сволочи, это же ребенок. Девочка. Хорошенькая. Кусачая только. Хуже собаки. Вот, вас примчалось спасать. А выручит нас. Ладно. Рассиживаться некогда. Вперед к новой жизни, как говорится. Телефон держишь под рукой. И если что не так, или меня не слышно, мочи ее к чертовой матери. Прошу. Сама технология изготовления крема не сложная, но ведь надо было догадаться. Гормон МФ открыли-то всего шесть лет назад. Интересно, а что это за винетка такая под буквами? Знак бесконечности? Символ продления молодости? Ну, какой-то странный. Одна петля большая, другая маленькая. Песочные часы. Это песочные часы. Причем здесь зарыт глубокий смысл? Самый умный человек в заповеднике. Семен Федорович, а я, кажется, знаю, кто за всем этим стоит. Донец, как у тебя дела? Я на месте. Глаз с нее не спускай. Связь каждые десять минут. Чего сидим? Из машины выходим, ящики в самолет тащим. Чего, на самолете решил линять? А давай без разговоров. И про девочку помним? Вытаскиваем. А у тебя тут что, подельники? Сам же не полетишь? Думаешь, не смогу? Так вот, твоему сведению, дипломированный пилот. А самолет зафрактован полицией. Для поисково-розыскных мероприятий. Лихо. И кого ж собирается разыскивать наша доблестная полиция? Не поверишь. Девочку одну пропавшую. Дарина Алчанова. Не встречали? Мразь. Вот. Так что буду искать ее до победного. Пока с радаров не скроюсь. Ты ж далеко-то не улетишь. А мне далеко и не надо. Граница вон рядом. Я тут одно ущелье нашел. Конфетка. Радары низко вообще не берут. Самолетик маленький. Так что рискнул. Кому ты там нужен? Ну, я-то может и никому. А ящики эти, считай, золотые. Я там на той стороне списался, кое с кем помогут реализовать. Мне гость у начальника своего свистнул. Ну, почему же свистнул? Взял. Моральную компенсацию. Все? Последний? Последний. Счастливого пути. Чтоб тебе в штопор. Все? Мы свободны? Ребят, я на дурака похож. Самолет. Оба. Все нормально. Высота 700 метров. Иду согласно намеченному маршруту. А чего приуныли-то? Не боись, Родину покидать не придется. Парашюты видите? Вот. Для вас приготовил. Сейчас подальше отлетим, прыгнете. Ты с ума сошел? В горах? Ну, извини. Ты понимаешь, что Андрей вообще не парашютист? Там, куда я лечу, вам явно не рады. Да нет. Да. Как там наша детка? Да плачет. Плачет? Ага. Бедняжка. Ничего, я ее успокою. А эти двое-то прыгнули? А куда они денутся? Прыгнут, конечно. Деньги когда? Деньги, как обещал. Ага. Здравствуйте, Тихон Иванович. Что-то допоздна вы на работе засиживаетесь. Не бережете себя. Прошу. Я вас ждал. Что с девчонкой? С девчонкой сам решай. Но я бы свидетелей не оставлял. Андрей, пристегни его наручниками. Этот гад не учел, что я не только с парашютом прыгать учился. Денис, там внизу даду. Этот урод ее. С парашютом когда-нибудь прыгал? В армии. Пару раз с вышки. Ну и что с тобой делать? Хорошенькая. Вырастешь, красавицей станешь. Да? Ну? Зря ты меня злишь. Ой, зря. Стой, не прыгай. Что еще? Подойди сюда. Там даду внизу. Каждая секунда нащицу. Мне сейчас в голову ударило, а что если Топорков испортил парашюты? Он же хотел свидетелей убрать. Проверить никак нельзя? Как? Андрей! Девушка, с вами разговаривает Денис Солчанов. У вас есть какой-нибудь рядом опытный пилот для инструктажа? Я просто сам никогда не без инструктора самолет не сажал. МФ – это ее инициалы. Это же очевидно. Мне сразу пришла в голову эта мысль, как только я услышал об открытии. Это был знак, шанс добиться ее внимания. Я загорелся идеей. Хотел подарить эликсир молодости моей богине. Принесе в жертву сотни животных родного заповедника? Нет, это было потом. Вначале я… Вначале я искал для нее одной. Это был грандиозный научный труд, который увенчался успехом. Я вдруг понял, что некоторые виды нашей фауны – живой кладезь мира Феррона. Я научился его выделять, сохранять. Выявил идеальную формулу. Но Марина… Не оценила? Посмеялась. Когда я решил объясниться, она даже по морде мне не дала. Написала такую записочку. Утешительную, как подростку. Ветер поменялся, не впишешься. Уходи на следующий круг. Уже пятый. Топливо заканчивается. Без паники. Ты все сделаешь. Спокойно только. Если что-то пойдет не так, можно просьбу? Конечно. Передайте моей жене, что я ее очень люблю. И что я прошу у нее прощения. Хорошо? Не болтай языком. Дело делай. Вот и весь сказ. А, нет, не весь. Я хотел умереть. Серьезно думал о самоубийстве. По всей видимости, спасла вас идея наладить подпольный бизнес. Так? А у мужчины два способа самоутвердиться. Если не повезло в любви… Тогда деньги. М? Вам кто-то помогал? Весь научный отдел. Что? Людям хотелось подзаработать. Разумеется, Алчанова вводить в курс дела было нельзя. Надо было действовать действовать как-то иначе. И тогда вы убили его жену? Маму Дениса? Господь с вами. Это был несчастный случай. Она погибла под камнепадом. Но! У меня возникла одна изящная идея представить все как убийство. И первое предупреждение. Якобы от рубцовцев. Да, мы в курсе. Так пещеры стали ваши. Зачем они были вам нужны? Что вы там делали? Давайте не будем смущать вас женский слух подробностями. Назовем это просто производством. А Горебян? Он тоже случайно погиб? Горебян. Погиб как дурак. Откуда-то вычитал, что древние ящеры общались с помощью ультразвука. Да, Марина нам рассказывала, что Горебян был одержим идеей черлакского змея. Да. А мы, как назло, на производстве в этом году поставили ультразвуковые смесители. Уважаемые, это закрытая территория. Кто вас пустил сюда? Документы можно ваши, пожалуйста? Простите, я не знал, что здесь режимные объекты. Я просто шел на усиление ультразвука. Ну, не хотел его убивать. Ну, все вышло как-то, как-то случайно. Я погнался за ним. Выскочил на перерез, он не справился с управлением. Ну, и пришлось озадачить Топоркова. Но он за хорошие деньги-то на все готов. Привез из зоны тушу недавно убитого кабана, зафиксировал все, как несчастный случай. А Валентина? Дальше все по цепочке. Эта парашютистка пришла к Топоркову со своими подозрениями. Он попытался ее разубедить. Взял флешку с записью этой аварии. А кражу в аэроклубе тоже он осценировал? А кто? Разумеется. А лесник. Андрей. Он тоже мертв. Ой, Марусина была другая идея фикса. Ему кругом мерещились браконьеры. И откуда, я не знаю. Отлов зверей наши сотрудники вели очень аккуратно. Но Андрей полез в зону. Но вы же понимаете, что в живых оставлять его было нельзя. Андрей. 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 Давай. Андрей. Все, 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 все. Я понял, что ушел мой фарт. Что пора сворачиваться. С этим пришел к Марине. А ты добрый. Жаль, что такой нескладный. Марина, выслушайте меня, Малиночка. Я, я спасу вас. Давайте уедем. Уедем вместе. Прямо сейчас. Дерезинь, ты с ума сошел? Я все для тебя сделаю. Я богат. Ты даже не представляешь, насколько я богат. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Уедем куда хочешь. В Италии, в Америку. Я сделаю тебя счастливой. Тихон Иванович, не держите вы себя в руках. Да и вообще, у меня сейчас только одно желание. Это отомстить. Отомстить за смерть Антона. Федосова. Кому? Мужу. Горебян мне успел кое-что рассказать. В запретной зоне незаконное производство. Она сама подписала себе смертный приговор. О, Господи. Марину тоже вы? Я пришел в тот вечер с вином, чтобы утешить ее. Бросил таблетки в вино, которые принес Федосову. Смертельная доза. Не следовало Марине мне писать такую записку. Видите, как все. Как-то само собой. Не желал я никому смерти. Вот вас, Ника, я же не смог. Дениса я пальцем не тронул, пока он не полез в запретную зону. Денис, он что, здесь? Он не уехал? Он живой? Он жив? Едва ли. Но это к Топоркову. Не берет Топорков. И дома его тоже не обнаружили. Господи. Он сбежал? Это что значит, что он Денисович… Из Центрального ФВД вас просят. Слушаю. Нашелся, Денис. Что? Где? Какой еще самолет? Не ранен? Самочувствие как? Нормально. У меня отец в заповеднике погиб. Это застрелили. Вот эта сволочь застрелила его. А еще Андрей, я не знаю, живой ли он. Да жив, жив. А Даду? И девочку спас. Все хорошо. Слава Богу. А то я думал, это Топорков ему… И правильно думал. Это хорошо, что я с парашютами подстраховался. Да когда самолеты готовил к вылету, после Вальчика на смерти, я немножко нервный стал. Гляжу, парашюты лежат. Ну, это, конечно, не мое дело, но я осмотрел. А там пломбы у шпильки вытяжного троса сорваны. Почему не доложили? Ника! Ника! Ну, я, говоришь, на дело подумал, что это ребята пропустят. Не бываю. Живой. Прости меня, пожалуйста. Прости. Прости. У нас ребенок будет, ты слышишь? Прости. Я люблю тебя. Педосов так и не хочет адвоката. Это бесполезное дело. По крайней мере, мне его не переубедить. Я принесла вам мороженое. По-моему, в нашей Даду появился новый кумир. О, это ж мое любимое. О, да. Смотри, а там опять свадьба. А наша свадьба, кажется, была целую жизнь тому назад. Притерлись мы колючками, как думаешь? Что? Да, я так. Ой, смотри, смотри. Да ладно. Это ж твое кольцо. Угу. То есть, получается, что Даду не докинула его до воды? Ну, или море вернула. К чему бы это? К тому, что ты моя половинка. Навсегда. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ